Всем привет-привет! Сегодня мы с вами будем обсуждать такую тему, как open-source. Что такое open-source? Какие есть рецепты создания успешного open-source проекта, open-source продукта? Как зарабатывать на open-source, как сделать его коммерчески выгодным? Мы сегодня также поговорим про лицензии вокруг open-source и по юридические аспекты создания open-source продукта. Ну и в конце этого видео я расскажу про свою идею open-source продукта и поясню, как она будет связана с теми продуктами, которые мы с вами делали на наших стримах. Давайте начинать! Итак, прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться и поставить лайк этому видео, потому что это важно для нашего продвижения. Сегодня мы углубимся в интересный и, собственно, динамичный мир open-source. Мы поговорим о том, что такое open-source. Open-source — это открытое программное обеспечение. Это гораздо больше, чем просто программное обеспечение. Это, по сути, целая философия и культура создания продуктов, основанная на идее свободного и открытого обмена знаниями и технологиями. По сути, эта концепция зародилась в 1080-х-980-х годах, когда некий Ричард Столман запустил проект ГНУ. Собственно, это было предвестником современного движения open-source. В мире open-source каждый желающий может присоединиться и посмотреть за кодом и за развитием какого-либо проекта и присоединиться к его созданию. Может что-то добавить в этот продукт, что-то предложить добавить в этот продукт, ну и также использовать его в своих нуждах, в своих назначениях, если это не ограничено определенными лицензиями. Более того, когда код продукта открыт практически любому, кто может присоединиться и прочитать этот код, это ведет к большей, естественно, прозрачности и к большей возможности посмотреть, насколько безопасен подобный код, насколько он безошибочен. Ну и тем более, если вокруг этого продукта формируется довольно большое сообщество разработчиков, то ошибки исправляются быстрее и по сути развитие продукта не имеет каких-то границ, потому что если всегда подключаются какие-то новые разработчики с новыми идеями, то, собственно, они эти новые идеи и привносят в продукт, и продукт развивается туда, куда бы он мог и не развиваться в изначальном своем стратегии, изначальном своем видении. Поэтому open-source продукты довольно интересная такая стезя, довольно интересная часть программного обеспечения, которое окружает нас каждый день. Например, одним из таких ярких open-source продуктов является платформа или система Linux. Собственно, она была разработана, начало ее разработки началось в 91-м году, Линусом Торвальдсом, который, собственно, начал разрабатывать Linux как систему для управления компьютерами, в большей степени как серверную систему. Но сейчас мы видим Linux как систему для управления множеством серверов, как систему для управления в целом компьютеров и систем. Есть даже ноутбуки на Linux, есть устройства, есть суперкомпьютеры, есть и смартфоны, которые функционируют на Linux или имеют под собой какую-то часть, именно основу платформы Linux. Также open-source продукты способствуют как образованию, например, многие студенты подключаются к open-source продуктам с лицензией MIT, например, от известного Массачусетского университета. И, собственно, образовываются на этом коде, пишут свой код, дополняют этот код и двигают также свои знания и двигают эти продукты в какое-то определенное направление. Также мы можем видеть, что многие-многие научные истории появляются или там многие новшества, многие инновации могут также зараздаться изначально из open-source продуктов. Ну, например, тот самый чат GPT, которым мы все с вами пользовались и пользуемся и разговариваем об этом уже много-много времени на этом, собственно, блоге в том числе. Также был изначально open-source продуктом, ну и остается в какой-то мере open-source продуктом, хотя уже с некоторой такой хитрой системой, хитрой схемой. Как вот в недавнем видео от Y-Combinator говорили, что если вы начинаете, собственно, свою компанию и думаете, как юридически там все регистрировать и устраивать, то ни в коем случае не надо смотреть, как устроен OpenAI, потому что там довольно сложная и запутанная схема коммерциализации, схемы взаимодействия, схемы там развития, о которой мы, впрочем, говорили в прошлом видео. Вы можете его найти на этом канале и посмотреть. Ну, а мы сегодня продолжим разговаривать про open-source и продолжим говорить про схемы, как раз-таки простые и стандартные схемы юридических аспектов open-source, стандартные схемы лицензирования open-source и в целом, как это будет строиться и как это должно строиться, если мы хотим запустить свой open-source продукт. Итак, но прежде чем мы начнем рассматривать в целом из чего состоит и как строится open-source продукт, давайте поговорим о какие есть еще успешные примеры open-source продуктов, чтобы мы понимали, что на самом деле это не какой-то неведомый единорог и только у линукса что-то получилось сделать, и мы все пользуемся в той или иной мере линуксоидными системами, но и есть и другие известные и не очень известные продукты, которые также успешны и были изначально и являются open-source продуктами. Ну, линукс мы уже с вами упомянули как операционная система, которая в целом окружает, наверное, каждого из нас, потому что многие-многие серверные оборудования, например, которые нам в конечном итоге поставляют в том или ином формате интернет, также работает на линуксоидных операционных системах. Здесь нельзя упомянуть такую штуку, как Apache, тоже довольно известная система, веб-сервер, который доминирует в интернете, и как раз-таки вот та информация о том, что мы получаем интернет, и скорее всего мы получаем его так или иначе, сталкиваясь с линуксом и в том числе с Apache. Более того, мы с вами далее рассмотрим лицензии, и вот, собственно, одна из форматов, один из вариантов лицензии, он как раз-таки прямо-таки разработан этой системой Apache, ну, то есть от тех, кто разрабатывал эту систему. Также нельзя упомянуть браузер Mozilla, тоже Mozilla Firefox был изначально и является, собственно, open-source продуктом. Изначально он там назывался немножко по-другому, вот, но и, собственно, принес он как бы новые стандарты в целом в интернет и серфинг в интернете, новые какие-то идеи и новое направление безопасности в том числе. Ну и, конечно же, нельзя упомянуть такую систему, как Android. Половина, даже большая, наверное, часть смартфонов, которые оперируют люди в мире, работает на системе Android. Кто бы что ни говорил, кто бы что ни говорил про рынок iPhone-устройств, но, тем не менее, Android доминирует в мире. И, собственно, операционная система Android, разработанная для мобильных устройств, это open-source операционная система, опять-таки, построенная на основе Linux, стала самой популярной в мире. Тем не менее, у open-source продуктов есть и какие-то особенности и какие-то, не знаю, если можно так сказать, ограничения. Вот, например, мы сегодня очень много говорим про Linux, но, тем не менее, Linux, как я уже упоминал, это больше что-то про серверные истории, больше что-то про суперкомпьютеры, про смартфоны в том числе. Но интересный факт, что в настольных компьютерах Linux-системы занимают довольно ограниченный рынок, довольно маленькую долю этого рынка, и в основном ими пользуются специфичные люди, если можно так сказать, специфично настроенные технологические товарищи. Ну, про Apache, HTTP-сервер, то, что из интересного, что я нашел, собственно, это был первый веб-сервер, который достиг 100 миллионов веб-сайтов в 2009 году. Вот, и, собственно, остается одним из самых популярных веб-серверов в мире. Ну, про Firefox я тоже уже говорил, был запущен в 2002 году, изначально назывался Phoenix, именно поэтому Lysa имеет такое некое сходство с Phoenix. Быстро набирал популярность, благодаря того, что работал очень-очень быстро, относительно других своих конкурентов. Ну, и также был безопасен и гибок. Собственно, эти проекты иллюстрируют то, что open-source продукты, open-source проекты могут способствовать и инновациям, и разнообразовать в технологическом мире нашу жизнь. Ну, и также демонстрируют, что в целом open-source — это не просто альтернатива каким-то стандартным коммерческим ПО, но и такой двигатель технологического прогресса, влияющий на жизни миллионов людей. Ну, и также есть и часть коммерциализации во всей этой истории, о которой мы тоже с вами будем сегодня говорить. Вот, собственно, говоря о коммерциализации, нельзя упомянуть о лицензировании open-source. Чтобы эта система, чтобы вот такая разработка, когда у нас есть открытый код, любой может прийти и посмотреть этот код, может его взять, сделать что-то с этим кодом. И также вот эта мотивация внешних разработчиков подключаться к проектам, что-то свое добавлять, тратить свое личное время на то, чтобы разработать, что-то привнести, какой-то вклад в проект невозможно без какой-то определенной структуры в части лицензирования. Всего в open-source есть пять или шесть видов различных лицензий, но на самом деле все сводится к таким трем ключевым, наверное, видам лицензий, которые наиболее популярны в open-source продуктах. Первый вид лицензии — это GPL лицензия или General Public License. Собственно, это, по сути, не просто лицензия, а это способ поддерживать ту самую свободу программного обеспечения. Создана она была Ричардом Стопманом и Free Software Foundation. И, собственно, под такой лицензией существуют такие проекты, как Linux и как GNU и прочие-прочие. Одна из ключевых особенностей GPL — это требование того, что производные работы из, собственно, кода, если мы берем код и что-то, и с ним делаем, и создаем что-то новое, должны также распространяться под видом этой лицензии. Соответственно, если кто-то решит, что нужно изменить код, создать новую версию этого продукта, они также должны предоставить доступ к своему коду по GPL лицензии. Из-за этого получается, что подобная лицензия предотвращает закрытие этого кода, что, собственно, способствует сохранению открытой экосистемы. Если ты что-то хочешь сделать на основе того кода, который ты берешь у нас, то ты тоже должен эту поделку, которую ты сделаешь, сделать такой же открытой. Ну и плюс есть, конечно же, определенные там ответвления GPL лицензии. Их там несколько версий, они постоянно развиваются, появляются все новые и новые и новые, туда что-то дописывается. В большей степени, конечно, это, на мой взгляд, идет как раз в сторону коммерциализации. То, что, условно, ты можешь взять этот код и сделать его закрытым, но для этого тебе нужно как-то договориться с изначальным держателем GPL лицензии, с изначальным держателем этого кода, на каких условиях ты будешь его, собственно, использовать, коммерциализировать и не открывать потом. Вот, собственно, вот эти различные версии GPL лицензии как раз-таки и идут в ту или иную сторону. В большую открытость или в меньшую открытость, но с какой-то коммерческой подоплекой. Второй ключевой такой лицензией, довольно распространенной, является, собственно, Apache License. Или лицензия, разработанная как раз-таки теми самыми Apache Software, которые, Foundation, которые, собственно, изначально создавали Apache Web Service. Здесь она отличается большей гибкостью относительно по сравнению с GPL лицензией, требует, собственно, чтобы производные распространялись, не требует, чтобы производные распространялись под той же лицензией, и, собственно, дает гораздо больше возможностей в коммерциализации этого кода изначального, создавать какие-то коммерческие продукты на основе этого кода. Вот, но с определенными условиями, опять-таки, перед держателями этой Apache лицензии. То есть, большая открытость в плане коммерциализации, в плане изменения кода и использования его своих собственных нужд, нежели, собственно, GPL лицензия. Ну и третья, самая-самая, наверное, распространенная лицензия, которая самая, наверное, первая, которая приходит на ум, когда начинают создавать open-source продукты, и самая распространенная в плане того, что очень много продуктов и очень много кода как раз-таки распространяется под этой лицензией. Это, собственно, MIT лицензия. Почему очень много кода распространяется под этой лицензией? Потому что все научные истории, все научные инновации как раз-таки создаются под MIT лицензией. Что это за лицензия? По сути, эта лицензия наиболее свободная, наиболее гибкая из всех open-source лицензий. Она ничем, практически ничем не ограничивает код. С кодом можно делать все, что угодно, использовать, копировать, модифицировать, сливать его с чем-то, публиковать, распространять и так далее, продавать так же, как исходный код, так и его производные. В общем, максимально свободная лицензия. Здесь, собственно, многие популярные проекты как раз-таки используют эту лицензию, потому что изначально эти проекты создаются энтузиастами, обычно это проекты, как я уже сказал, от либо каких-то научных деятелей или научных команд, либо это продукты от разработчиков к разработчикам. Вот что-то было разработчикам неудобно, они решили это пофиксить и, собственно, поделиться с такими же разработчиками, как они. Например, под такой лицензией MIT-license распространяется Node.js, тот самый, собственно, и JavaScript, на котором мы с вами писали и пишем, продолжаем писать на наших стримах наш продукт. Вот, собственно, так же они используют MIT-лицензию. Главное преимущество, что, собственно, поощряется широкое распространение использованию кода, не накладывается каких-то строгих ограничений на производные работы. Вот, собственно, наверное, основные такие три ключевых лицензии Open Source. Как я уже сказал, внутри них, например, GPL есть несколько там производных, несколько версий этой лицензии, у Apache тоже есть несколько версий этой лицензии. Есть еще какие-то дополнительные, но они менее распространенные виды лицензий. По факту лицензия говорит о том, что можно будет делать с этим кодом, как можно будет с ним взаимодействовать, можно ли его там использовать в своих нуждах, если... Точнее, его можно использовать в своих нуждах, но если эти нужды будут направлены на коммерциализацию, то, соответственно, в том или ином формате, в том или ином виде лицензии будут те или иные ограничения. Или возможности для кого-то, как обычно, для кого-то это ограничение, а для кого-то это и возможность. Вот, собственно, выбор лицензии, по сути, оказывает существенное влияние как раз-таки и на развитие проекта. Потому что, если мы там настроены на супероткрытость, на супердемократию кода и создание вот этой экосистемы открытого кода на основе кода, который мы создаем, чтобы он порождал еще более открытый код и так далее, то здесь нам скорее нужно выбирать GPL лицензию в ее там стандартном исполнении. Если мы все-таки говорим о том, что продукты и проекты и продукты... Здесь, кстати, я сейчас немножко проговорим, почему проекты и продукты. Возможно, это какая-то конспирологическая теория в моем формате будет, но тем не менее. Так вот, если мы говорим про лицензии, вот если мы говорим о том, что мы считаем, что, например, как я считаю, что продукты именно в таком своем долгосрочной перспективе существования могут существовать только если они коммерчески успешны, только если они могут коммерциализироваться и, соответственно, подпитывать свои затраты, а затраты всегда появляются вокруг любого продукта, то, собственно, необходимо их коммерциализировать, необходимо как-то продавать то, что мы создаем или то, что создается на основе этого. Вот, собственно, если мы верим в такую концепцию, то для нас скорее будет ближе лицензии Apache, ну, либо MIT, хотя MIT лицензия в плане того, что если мы берем какой-то открытый код и начинаем его использовать для создания продукта. Вот, ну, Apache, наоборот, больше, наверное, перекос в сторону того, кто создал изначально этот открытый код, кто создал изначально этот открытый open-source проект, этот продукт. Вот здесь, кстати, как говорил, история с почему он называется open-source проекты, а не продукты. Ну, потому что проект, ну, во-первых, можем сказать, что проект это что-то все-таки конечное, а то, что имеет какое-то начало, имеет какой-то конец. Поэтому это называется проектом. Продукт это все-таки что-то, что может развиваться, трансформироваться, куда-то продаваться на рынок или использоваться кем-то, и так далее, масштабироваться и прочее. А проект это все-таки какая-то временная деятельность. И вот, собственно, называется open-source проект, потому что говорится о том, что какая-то группа энтузиастов собирается для того, чтобы что-то сделать в мир. Прекрасное, демократичное и свободное. И, собственно, они собираются временно, создают это, отпускают это в мир, делятся со всеми и уходят заниматься чем-то другим. Поэтому open-source это больше похоже на проект, как временная деятельность, когда собралось определенное количество сообщества и людей, которые начали этим заниматься. Ну и изначально, как мы видим, название, само название говорит о том, что open-source конечен. То есть open-source как проект, он когда-то начинается и когда-то заканчивается. Хотя есть примеры, но их можно посчитать, наверное, по пальцам, которые продолжают существовать, развиваться и так далее. Но там скорее идет вот эта трансформация в продуктовую историю. Ну, например, тот же самый open-ai, тот же самый там GPT-модели, как мы видим изначально там открытость, open-source и прочая история. Потом немножечко уже там что-то начинается, какой-то квазимонстр появляться с коммерциализацией, с продуктовым направлением и прочим. Потому что все, что мы создаем, оно потребляет ресурсы. А, собственно, если оно существует, если оно работает. А, собственно, если оно потребляет ресурсы, то ресурсы кто-то должен оплачивать. Просто существовать на свободном энтузиазизме, на каким-то донейшене, это долго не сможет. Поэтому в конечном итоге, на мой взгляд, любой успешный open-source должен в том или ином формате приходить к коммерциализации либо кануть в некую лету. Ну и как мы видим, что, собственно, если мы говорим про лицензии, если мы говорим про конечном итоге, про какую-то структуру коммерциализации, то мы не можем не упомянуть, а как это все юридически должно быть оформлено. Кто должен держать эту лицензию? Где она должна существовать? Кто является изначальным создателем open-source продукта? И так далее. Поэтому поговорим немножко про юридические аспекты, рассмотрим их более внимательно. И поговорим как со стороны создателей open-source продукта, так и со стороны, собственно, пользователей. Первая часть, первая юридическая часть и, ну, наверное, в open-source, в части open-source продуктов довольно важная, не важно, в зависимости от какой лицензии она распространяется, но довольно важная для вот любого такого open-source продукта, это авторские права. Как они обозначены? Кому они относятся изначально этот код? Кто его создавал? Где задекларировано, что, собственно, это автор? И что нужно делать? И как нужно упоминать автора, собственно, этого продукта или сообщества, которое, автором может быть сообщества, а не отдельный человек? Вот, собственно, где там писать эти дисклеймеры? Какая бывает ответственность, если мы этого не пишем, используем код? Вот это довольно важная часть, которая как раз является таким одним из ключевых юридических аспектов open-source продукта. Все это должно быть описано в документации. Ну, второй момент юридический, это, собственно, выбор лицензии и вопрос, куда эту лицензию приземлять. Скорее, нужно создавать юридическое лицо, которое, собственно, будет как держателем авторских прав, так и держателем лицензии. Если мы говорим как раз-таки в сторону коммерциализации, больше коммерциализации нашего продукта. Ну и, соответственно, если у нас есть авторские права, если у нас есть ограничивающие лицензии нашего open-source, то, собственно, если мы являемся пользователем open-source продукта, если мы используем этот код, то нам нужно знать, что, собственно, прописано в этих правах, а что у нас есть, что мы можем использовать, чтобы нам как бы не прилетело за использование чужого кода без каких-то там дисклеймеров, описаний и прочего, изменений и так далее. Все это нужно отслеживать, потому что могут быть большие юридические последствия нарушения этих авторских прав. Возможно, некоторые open-source продукты как раз-таки коммерциализируются за счет штрафов по использованию и неиспользованию авторских прав. Вот, поэтому, если мы подключаемся к какому-то open-source продукту, очень-очень важно посмотреть на документацию, посмотреть, какие там лицензии, как там преследуются авторские права, что там можно, что нельзя. И, с другой стороны, это говорит о том, что если мы начинаем создавать open-source продукт, нам нужно как можно быстрее задумываться о написании вот этой документации, которая будет сопровождать наш open-source продукт, в которой как раз-таки все это будет описано. Потому что это даст, во-первых, нам возможность как-то ограничить, ну не ограничить, а как-то структурировать развитие использования нашего кода, использование нашего open-source продукта. Ну и в то же время это даст возможность разработчикам, которые хотят подключиться к open-source продукту, понять вообще, что за продукт, о чем он, как он функционирует, какая там идея, куда он движется, как он юридически структурирован, что там вообще с авторскими правами, какая там лицензия. Поэтому это довольно важная штука, довольно она трудоемкая, наверное, мы можем так сказать. Ну и, как мы понимаем, вот эта вся история с юридической подоплекой как раз-таки является, наверное, сложным, одним из сложных моментов в части создания open-source продукта, потому что обычно open-source продукты создают разработчики для разработчиков или что-то в этом схожем формате. Ну и для разработчиков, наверное, сложнее разбираться в юридических аспектах и говорится о том, что давайте мы там потом это отложим. И вот это откладывание на потом, оно как раз-таки и является той историей, когда давайте проще будем по MIT лицензии распространять, типа, всем нужно, все могут пользоваться, как хотят, чтобы не заморачиваться в части юридических аспектов. Но, как я уже проговорил, на мой взгляд, если мы хотим, чтобы это был не проект, а продукт, то нам необходимо задумываться о других лицензиях, нежели MIT лицензия полностью открытая, и задумываться о юридических аспектах уже с самого начала существования нашего консурс-продукта. И, включая этого, давайте теперь поговорим про коммерциализацию. Вот я все говорю о том, что я верю только в то, что продукт может существовать, развиваться и долго существовать только за счет того, что он будет коммерциализироваться в том или ином формате. Давайте тогда говорим, о какие есть вообще варианты коммерциализации опенсурс-продуктов. Рассмотрим там несколько ключевых стратегий, ключевых примеров, ключевых бизнес-моделей в опенсурс-продуктах. Ну, наверное, наиболее такая успешно зарекомендовавшая себя, хотя не у всех она получается, но у тех, у кого получается это сделать, оно как бы генерит довольно большое количество финансов в плане поддержки для поддержки самого опенсурс-продукта. Это, собственно, платная поддержка и консультации. То есть мы создаем код, он доступен, все могут им пользоваться, но код настолько, ну не то что сложный, а настолько сложный в своем запуске, в своем создании, в своем применении для каких-то конкретных бизнес-задач, что проще прийти к создателям этого кода и попросить их все настроить, и вообще сказать, а что нужно из этого кода использовать, а как оно вообще запускается, а как оно вообще работает. Вот, например, здесь есть пример компании Успешный Red Hat и многие еще другие компании, которые как раз занимаются консультацией и поддержкой. То есть, еще раз, код у нас полностью открыт, как бы можно пользоваться, можно самостоятельно его запускать. По такому же принципу, кстати, работает, например, MetaBase, как вот система, как BI-система, такая довольно мощная, но при этом любой может ее поставить. Но если ты реально хочешь на нее погрузиться, реально с ней работать, то нужно либо сильно много времени потратить на разбирательство, как это запустить и установить, либо, собственно, обратиться в компанию разработчика этого open source продукта и получить помощь в настройке, в обеспечении безопасности, в соблюдении, обновлении программного обеспечения и так далее. Ну, получать какие-то либо полноценную такую поддержку, настройку, либо какие-то индивидуальные консультации, где, собственно, open source решение может применяться к конкретным бизнес-потребностям клиентов, где вам скажут, вот эту часть нужно брать, вот этот код не нужно брать, вот этот устарел, вот этот не устарел, вот этот для вас более актуальный и так далее. Вот это одна из бизнес-моделей существования, она там себя довольно хорошо рекомендует. Многие как раз-таки open source продукты успешно существуют за счет этой модели. Второй формат — это продажа дополнительных функций или вот эта самая freemium-модель. Эта модель предполагает, что есть какая-то базовая версия продукта, которая распространяется бесплатно, открыто и так далее. Но если мы хотим расширенный функционал, то он как раз идет за дополнительную плату. Таким примером такой компании является MySQL, где, собственно, базовая база данных доступна бесплатно, но когда нам нужен какой-то дополнительный инструментарий, сервисы какие-то, то плати отдельную денежку за этот продукт. Тоже популярная история, часто используется, но здесь как бы проблема коммерциализации любого freemium-freemium-модели в том, что вот разделить, а где у нас есть база, а где у нас есть платная история. И как сделать так, чтобы это все коммерчески успешно существовало. А коммерчески успешно существовать оно будет только в том формате, если базового функционала нашего продукта достаточно тем, кто и так бы не платил за этот продукт, то есть тех, у кого нет ресурсов, денег на оплату нашего полноценного продукта. А, собственно, платный функционал, он ровно такой, и ровно там появляется, где, собственно, компания, которая, или там физлицо в том числе, которая реально пользуется нашим продуктом, и он реально ей нужен, и он реально приносит ценность, и приносит такую ценность, за которую и неплохо было бы и заплатить, и компания готова заплатить. Вот именно там должен начинаться, собственно, наш premium-план нашего продукта. Третьим форматом, собственно, коммерциализации open-source продукта является предложение облачных услуг. То есть, допустим, у нас есть, вот примером такой является Elastic, разработчик Elasticsearch, предоставляет, собственно, облачные версии своих open-source продуктов. То есть есть продукт, вы можете его взять, код скачать, запустить у себя где-то на своем сервере или на своем компьютере, как-то там с этим взаимодействовать, но если вы не хотите все это проделать самостоятельно, то, собственно, вот здесь у нас вот есть облачно настроенный наш продуктик. Вы можете, собственно, к нему подключиться, платить нам подписочку и пользоваться нашим open-source продуктом. Вот он весь открытый такой, но мы его для вас настроили, и он для вас у нас где-то крутится в нашем облачке, а вы за это платите денежку и просто пользуетесь результатом работы этого продукта. Это тоже хорошая история, довольно интересная история, но единственный момент, что здесь как бы есть упор в то, что вот есть, нужны свои ресурсы в виде серверов или настройки этих серверов, на которых будет работать наш продукт. Вот, собственно, это такие ключевые, наиболее распространенные виды бизнес-моделей для коммерциализации open-source продуктов. Еще раз давайте их перечислим. Это, соответственно, облако, это облачная версия нашего продукта. По подписке это freemium модель, когда у нас есть часть бесплатно, но есть премиальная функциональность. И это коммерческая поддержка и консультирование по использованию нашего open-source продукта. Все это коммерчески успешно может существовать, опять-таки, если у нас есть лицензии, которые позволяют нам коммерциализировать эту историю, если у нас есть юридическая организация вокруг, собственно, нашего open-source продукта, потому что кому-то нужно платить все-таки и должна быть какая-то коммерческая организация, либо какая-то связка, вот, например, как в том же OpenAI, связка некоммерческой организации и коммерческой организации. Все вместе, воедино как-то там работает, как мы с вами рассматривали. Ну и соблюдение лицензионных требований и отслеживание, соблюдение лицензионных требований тоже важно для коммерческой успешности нашего open-source продукта. Ну а если мы, собственно, не хотим задумываться и погружаться в вот эти юридические аспекты, лицензирование и прочие истории, то мы можем также попробовать коммерциализироваться через собственную историю со спонсорствами и пожертвованиями. То есть мы делаем открытый код, но делаем его довольно популярным для определенного сообщества, полезным максимально для определенного сообщества. и это сообщество может финансировать, собственно, наш код за счет вот этих спонсорств и за счет пожертвования. Но здесь, наверное, мы переходим в какой-то как-то спонсорский-пожертвованный фонд и вот эту систему работы, которая, мне кажется, довольно сложно ее организовать. и в плане вот именно, чтобы она существовала адекватно и правильно работала. Это умеют делать на нашем любимом и нелюбимом Западе, США, очень хорошо такие организации существуют и работают, и они понимают, как выстраивать эту бизнес-модель, чтобы она существовала. Вот можно попробовать у них перенимать опыт, если мы идем по этой дорожке. Но опять-таки я обозначил, что если мы не хотим как-то задумываться о юридических аспектах, о лицензировании, то нам проще пойти в это, хотя кажется, что это не так уж и просто все равно оказывается. Все равно нам нужно что-то продумывать и что-то нам использовать. Какие-то структуры для того, чтобы оно существовало, а не так просто. Кто-то закинул донат, непонятно куда, непонятно зачем, непонятно в каком размере и в какой частотности. На таком долго не просуществуешь, на таком долго не проспонсируешь ресурсы и затраты ресурсов, которые в любом случае будут возникать вокруг успешного и развивающегося и продолжающего развиваться программного обеспечения или продукта в целом. Теперь давайте поговорим о том, что вот мы обозначили, что есть такие open-source продукты. Есть успешные громкие имена open-source продуктов, с которыми мы сталкиваемся напрямую или косвенно в мире. Есть вот это там коммерциализация, некоммерциализация, лицензия, не лицензия. Как-то оно все существует, как-то оно работает. А вот если я хочу присоединиться к такому продукту, я хочу поучаствовать в этом. Либо в каких-то формате обучения и развития, вот как мы с вами обозначали, что есть студенческие инициативы, можно как студента там приключиться к чему-то, поработать, наработать практику. Либо я хочу там в целом помочь кому-то, какому-то открытому продукту. Но, собственно, наверное, в большей части это какая-то история про опыт, конечно же. Вот. Где, собственно, искать такие продукты, где они находятся, на каких платформах, собственно, существует этот код. Ну, для начала, если мы хотим, собственно, найти проекты, мы можем... Обычно все эти проекты существуют на агрегаторах кода, таких как GitHub, GitLab и SourceForge. Собственно, центральные хабы, тысячи проектов, делятся своим кодом, ищут участников и так далее. Поэтому на этих агрегаторах, на этих хабах, собственно, существуют поисковые истории, можно найти какие-то определенные проекты. И существует, например, на GitHub есть вот эти звездочки, голосование за проекты, существуют, собственно, списки контрибьюторов, которые участвуют в проектах. Мы можем отсортировать и найти наиболее популярные или наиболее интересные для нас продукты и к ним присоединиться. Но прежде чем к ним присоединиться, как я говорил, нам необходимо почитать документацию. А что, собственно, можно? А что, собственно, они делают? А куда они, собственно, идут? А зачем они туда идут? А как я могу вкладываться в этот проект? А что я могу использовать? А что я не могу использовать? Вот все это должно быть у хорошего open source проекта, продукта, описано в документации. Поэтому первое, что мы делаем, после того, как мы нашли что-то или что-то нас заинтересовало, мы идем в чтение документации. Вокруг этого проекта обычно формируется сообщество. То есть оно должно как-то работать, взаимодействовать, общаться между собой, решать, что они делают, решать, что они не делают. Поэтому есть вокруг хороших open source продуктов комьюнити и свои каналы коммуникации. Обычно это либо Slack, либо это Discord. Соответственно, ну, либо форум, как устаревший, наверное, формат. Ну, в большей степени, наверное, сейчас это Slack и Discord. Поэтому третьим шагом, после того, как мы почитали документацию и мы поняли, и нас ничего не смущает в этой документации, в этом продукте, это пойти предпринять участие в обсуждении, почитать, поинтересоваться, пообщаться с комьюнити. Поэтому идем в Slack, в Discord, который привязан к open source продукту. Следующее, что мы можем начать делать, это посмотреть список задач. Обычно у любого open source продукта есть backlog задач, которые хотелось бы, чтобы они выполнялись. И попробовать, собственно, начать делать эти небольшие задачи и, собственно, их выполнять, и их предлагать для включения в, собственно, open source код, в этот код, чтобы вашу часть включили. Либо вы увидели какую-то, не знаю, уязвимость или какую-то маленькую недоработку. Возможно, у тех, кто разрабатывает этот продукт, этот проект, собственно, не хватало времени на какую-то маленькую-маленькую мелочь. Вот можно найти эту маленькую задачку, сделать эту маленькую задачку и ее предложить как решение в этот open source проект. Это позволит вам, во-первых, с вашей стороны лучше понять проект, понять, что это такое, как он там существует, как это вообще все работает, как проходит approve вот этих изменений. Ну и также начать выстраивать свою репутацию в сообществе. Выстраивая свою репутацию, вы все больше и больше сможете в конечном итоге влиять на развитие этого open source продукта, в его направлении, в его стратегии и так далее. Ну и, собственно, так как все прозрачно и все открыто, то как только вы предлагаете свое изменение, свой код в open source проект, то, собственно, вы получаете и обратную связь. Поэтому готовы, будете готовы вносить как корректировки, будьте готовы к обратной связи в целом, будьте готовы принимать обратную связь от того сообщества, которое уже работает над этим open source продуктом и которое, собственно, уже дольше существует в нем, чем вы. На этом мы основную часть с вами осветили. И, как обещал, давайте я расскажу о своей какой-то концепции, идее open source продукта, который мы хотим и будем запускать на базе этого блога и на базе тех ресурсов, которые мы с вами делаем. И на базе того продукта, который мы с вами, собственно, создавали на наших и продолжаем создавать на наших стримах по созданию продукта и запуску продукта за 30 дней. Итак, в чем заключается моя концепция, моя идея open source продукта? Возможно, она будет претерпевать изменения, но пока она существует в таком формате, в котором изначально она возникла в январе месяце после запуска нашего вот этого маленького продукта, который мы делали на наших стримах. Основная идея заключалась в том, что, по моему мнению, успешный open source продукт это тот продукт, который объединяет вокруг себя сообщество какой-то интересной концепции, интересной идеи. Кажется, что одна из гипотез того, что интересная идея может заключаться в том, когда мы делаем что-то в противоречии или противопоставлении чему-то большому, крупному, злому и, кажется, как-то недоброму. Вот таким большим, злым и недобрым я выбрал такую компанию, как паланзир и ее историю с тем, что у них есть большой аналитический инструмент, большой аналитический мозг, который анализирует, ищет информацию по разным аспектам, по разным источникам и для разных нужд. Но одна из ключевых нужд и одна из ключевых, собственно, коммерческих их основ и коммерческих работ это то, что они всю эту историю делают во благо Госдепартамента США и то есть во благо работы военных организаций в большей степени безопасности военной организации. И вот возникла идея, давайте мы попробуем сделать нечто похожее, нечто похожее на этот большой аналитический инструмент, большой аналитический мозг, но сделаем это как-то со светлой стороны и сделаем это открытым проектом. По сути, если мы говорим о такой большой аналитической машине, которая может анализировать разные аспекты информации, разные аспекты интернета и не только, то мы здесь сразу понимаем, что здесь может быть много-много разных направлений и много-много разных задач и много разных продуктов возникать внутри этой истории. Собственно, кажется, что это хорошая идея в рамках развития вот этого пансурспродукта, когда у нас есть много задач, есть вариативность этих задач, есть вариативность направлений и есть много интересных таких челленджей, которые можно сделать. И, собственно, так родилась идея того, что вот пусть это будет опенсурс продуктом. Я условно эту историю назвал замок или какой-то некий мозг анализа информации принятия решений на основе больших данных, на основе прочей истории информации, анализа информации, анализа источников информации и, соответственно, у нас здесь есть задача как и парсинга, как и поиска, собственно, информации, так и какой-то интерпретации этой информации и анализа этой информации. Почему замок? То есть здесь мы идем в то же самое противопоставление палантиру, то есть палантир, если нейминг использован из толкина, из властелина колец, то палантир был неким таким шаром, через который можно было наблюдать за миром, и этот шар был в руках у темной стороны, то если мы делаем противопоставление этой истории, то была бы нечто похожее история, как зеркало Галадриэля. Вот, собственно, Замира Галадриэль и породила название замок. Следующая история говорит о том, как я вижу связку этого опенсурса с коммерциализацией, и какая здесь может быть коммерциализация. Основная идея заключается в том, что создавая технический код, создавая историю с парсинговой информацией, создавая историю с анализом этой информации, само по себе поиск и анализ информации, он не несет какой-то ценности, коммерческой ценности, какой-то вот ценности для коммерциализации и для других компаний. Но что несет ценность? Несет то, как мы применяем этот анализ и как мы применяем этот поиск информации. И, соответственно, в этом ключе я хочу построить такую историю, что можно взять этот код или часть этого кода и на основе этого кода решить какую-то конкретную бизнес-задачу или какие-то конкретные бизнес-задачи, которые будут ценны для каких-то конкретных компаний, людей или кого бы то ни было еще. Если мы решаем эту конкретную бизнес-задачу, то мы начинаем это превращать в продукт, конкретный законченный продукт по решению конкретной бизнес-задачи. Этот продукт продается в рынок. Соответственно, этот продукт начинает коммерциализироваться и зарабатывать деньги. И здесь должна быть определенная связка, что любой продукт, который начинает коммерциализироваться на основе того кода, который, собственно, разрабатывается нашим open-source продуктом, он должен часть от коммерциализации, соответственно, отдавать в поддержку open-source сообщества, в поддержку open-source продукта. Вот какую-то такую связку я, собственно, вижу. Поверх этого всего мы можем построить вот этот наш, наложить наш фреймворк создания и запуска продукта за быстрое и короткое время, которое мы с вами проверяли. Я на практике показывал в стрим-марафоне в декабре месяце, как это было, когда мы за 30 дней запустили продукт, создали продукт. Вот, собственно, этот фреймворк мы можем внедрить в непосредственно open-source продукт тоже. Тем самым, внедряя фреймворк создания продукта и формирования продукта по решению конкретных бизнес-задач, мы можем привлечь аудиторию не только разработчиков open-source, но и аудиторию продуктов, аналитиков, бизнес-аналитиков, которые могут, там, основатели в том числе, которые могут использовать этот фреймворк, выполняя задачи этого фреймворка на основе того кода, который создает open-source сообщество, формировать свои бизнес-продукты, коммерциализировать эти бизнес-продукты и часть от коммерциализации, как я уже сказал, в формате поддержки, выдавать, соответственно, нашему open-source для поддержки и продолжения развития нашего истории The Moog. Вот, собственно, такая концепция у меня сейчас в голове. И в рамках демонстрации этой концепции мы как раз-таки привязываем тот продукт, тот CMT пока плагин, который мы, собственно, создавали в рамках нашего стрим-марафона. Кажется, что это как раз та история. Мы взяли примитивный, пока примитивный код по анализу информации с использованием GPT-инструментов и применили этот примитивный код, этот примитивный механизм для решения конкретной бизнес-задачи, которая, кажется, может иметь коммерциализацию. Мы проверим, может ли она иметь коммерциализацию прямо в ближайшем будущем с вами. Вот, и, собственно, этот продукт будет таким витринным продуктом вот в этой концепции open-source проекта. В заключении хотел бы рассказать о каких-то дополнительных интересных моментах, которые я нашел и которые я изучал, когда, собственно, готовился к выпуску этого ролика. В интернете существует довольно много информации как раз-таки относительно open-source продукта, есть книги относительно open-source. На самом деле все сильно сводится к тому, что open-source может успешно существовать, может успешно существовать и развиваться, только если будет определенное сообщество вокруг этого open-source проекта. И вот в разных интервью подчеркивается, что да, изначально мы можем создавать инициативно какую-то историю в одного, либо в маленькую группу разработчиков, но так долго продолжаться не может. Нам для такой устойчивости и масштабирования open-source продукта нужно все больше разработчиков, все больше ресурсов. И чтобы эти ресурсы появлялись, чтобы группа разработчиков наша росла, нам необходимо создавать сообщество, нам необходимо создавать комьюнити. И здесь возникает этот комьюнити менеджмент, различные социальные аспекты, взаимодействие между собой, взаимодействие между сообществом. И начинается вот эта глубокая работа с коммуникациями внутри комьюнити. Тоже довольно большая и сложная часть, которая как раз-таки занимает некоторые ресурсы. То есть, как мы видим, здесь уже есть часть юридических моментов, сложная и важная для создания и создателей open-source проектов. И часть вот комьюнити менеджмента, тоже важная такая сторона open-source проекта. Ну и еще довольно интересную историю, вот я, собственно, прицеплю это в ссылках под видео. Собственно, история о том, что иногда бывает так, что человек, подключающийся к open-source проекту, начинающий вносить какие-то свои предложения, какие-то свои маленькие изменения, решая какие-то маленькие задачи интересные, и в конечном итоге может прийти к тому, что он начнет, станет руководителем этого open-source продукта, SEO этого open-source продукта. Вот такое интервью, точнее, такая статья написана одним из человеков, была тоже найдена мною, как человек прошел путь от маленького участника open-source проекта до руководителя и условно SEO этого open-source проекта. Вот, собственно, тоже как часть такой коммерциализации для тех, кто присоединяется к open-source продукту. Вы можете коммерциализировать свой опыт, который вы получаете, работая над open-source продуктом, ну и также вы можете в конечном итоге, внося все больше и больше вклад в комьюнити open-source, дойти до высоких руководящих должностей в коммерческой структуре open-source продукта. И в завершении также расскажу немножко о тех инструментах, которые вы будете скорее использовать, когда вы работаете над своим open-source продуктом, либо присоединяясь к open-source продукту. Ну, самое, как уже было обозначено, одним из основных точек соприкосновения и, собственно, точек создания open-source продукта, это является хаб для, собственно, открытого кода. Поэтому вы будете пользоваться гитхабом, и вам нужно научиться пользоваться этой платформой. Мы с вами, кстати, на стримах начали пробовать эту платформу со стороны вот именно создателя и разработчика. Также, соответственно, различные инструменты project management, такие как Trello, Jira, тоже здесь это присутствует, потому что есть задачи, есть приоритеты задач, есть отслеживание задач, тоже важные инструменты для любого open-source продукта. Ну и в целом инструменты такого облачного и коммуникационного взаимодействия с различными аспектами ведения продукта, ведения бизнеса, ну то есть различные облачные истории типа Google Docs, Google Sheets, всякие слэки, дискорды, тоже как раз-таки это история, связанная с работой над open-source продуктом. Вот знание и умение пользоваться этими инструментами позволит вам гораздо проще входить в комьюнити open-source продуктов, именно вот это комьюнити создателей и участников open-source сообщества, open-source проектов. На этом мы на сегодня заканчиваем такой ликбез по open-source. Я надеюсь, что вы нашли для себя какие-то новые интересные моменты, вы узнали чуть больше про open-source, узнали чуть больше о том, как это строится. Давайте подытожим, собственно, рецепт хорошего open-source проекта. На мой взгляд, это, во-первых, идея, которая может объединять вокруг себя. Возможно, это идея решения какой-то конкретной проблемы, которая существует у многих-многих разработчиков, и вы для друг друга это создаете. Возможно, это какая-то идея чего-то интересного, большого проекта, большого продукта. Возможно, это идея противопоставления чему-то. В моем случае, кажется, в моей концепции продукта open-source, кажется, идея противопоставления. Нужно попробовать, как она сработает и как она будет работать. Второй момент, это, собственно, комьюнити вокруг open-source продукта. Ну, это плавно вытекает из идеи. Соответственно, идея собирает вокруг себя людей, люди начинают тратить свое время, точнее, не тратить, а вкладывать свое время в создание общей ценности. Соответственно, комьюнити менеджмент, социальное взаимодействие тоже архиважно для open-source проекта. Третье, это, собственно, как мы это все структурируем, какие есть юридические аспекты, как мы это оформляем, коммерческая, некоммерческая организация, кому принадлежат авторские права, какие лицензии мы преследуем, как мы в конечном итоге это коммерциализируем. Четвертый аспект успешного и четвертый ингредиент успешного open-source проекта, это документация вокруг open-source проекта. Вот, кстати, наверное, эта сторона, если вы, собственно, product manager, либо project, либо аналитик, либо бизнес-аналитик, и ищете какую-то небольшую задачу для подключения к open-source продукту, то, собственно, наверное, создание документации или помощь в создании документации будет именно для вас как такая первичная маленькая задачка, которую вы можете выполнить и принести ценности, показать свою ценность для open-source проекта. Ну и пятая часть, заключительная часть, как говорится, вопросики-вопросики-профит, то есть то, как мы коммерциализируем эту историю в конечном итоге, к чему мы приходим, как мы на этом, ну не только зарабатываем, потенциально зарабатываем, но хотя бы как мы это все окупаем, как мы окупаем затраты ресурсов. Вот, собственно, пять ингредиентов хорошего, на мой взгляд, хорошего, успешного open-source проекта, который может быть не проектом временным, а который может стать продуктом и решать конкретные продуктовые задачи и нести ценность в этот мир. Спасибо вам, что смотрите ролики, спасибо вам, что интересуетесь. Присоединяйтесь к моей идее и моей концепции open-source продукта, где можно обсуждать эту идею. Вы можете найти ссылки на телеграм-канал пока, внизу в описании под этим видео. Там как раз таки будут все анонсы и там будет основное изначально коммуникация и обсуждение в том числе open-source истории, open-source продукта. Спасибо вам, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше больше, дальше интересней. Увидимся с вами в ближайшем-ближайшем будущем. Всем хорошего вечера, дня и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok